дорогая публика здравствуйте меня вот просят зрители чтобы я поучил жизни был у меня такой цикл лекций на первом образовательном канале секреты успеха и вот иногда иногда я получаю такие вот восторженные отклики что вот ваши лекции научили меня жить вот давайте вот учите дальше но те лекции достаточно давнишние наверное больше 15 10 лет уж точно больше вот но хочу вас получить жизни но начнем с того что учить до чему надо учиться как учиться и вообще вот а нужно ли учиться в наше время вообще честно говоря отчетливость ответа на этот вопрос который еще было совершенно очевидно лет двадцать тому назад внутри за точно очевидная было я сейчас уже нет дело в общем дело в том что вот начну я вам 100 100 отчетливо ясной системы которая была у меня у нас лет двадцать тридцать тому назад но смотрите собрались вы в дальний жизненный путь но по жизни тоже путешествие если отправляется путешествие надо с собой вот все предусмотреть много чего взять но вы понимаете что вот много чего взять не получится а вам бы надо бы и водолазный костюм и парашют и огнетушитель и спасательный круг и пола да 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 либо взять с собой кучу знаний кучу навыков вот пример тому вот такой был роман моего детства таинственный остров жюльвер на этот остров попадает группа таких вот рукастых и головастых людей во главе с инженером и они там значит устраивать жизнь они сумели огонь развести и все сделать из очень ограниченного количества того что у них было с собой да они там создали целую свою маленькую цивилизацию вот вот какие молодцы они оказались все сделали что что нужно было даже взрывчатые вещества простите меня что сейчас это не хорошо они сумели сместить и что-то там делали горные работы даже с помощью этой взрывчатки вот строили себе сооружение внутри скалы это все хорошо это все здорово эти вот набор огромных знаний но вот смотрите как у нас учеба шла значит пока по хорошему мое время 10 лет учили школе ну мое время говорили в школу надо идти чтобы ребенок и не умел читать иначе он там избалуется не будет учиться сейчас еще и дошкольное образование есть уже до школы надо читать уже в школу когда принимает а ваш ребенок умеет читать он должен мечта уметь читать немножко считать немножко знать иностранный язык вот такие вот концепции сейчас такой концепт час в образовательных в образовательных учреждениях это все замечательно но дальше то у нас что как был такой старый советский анекдот значит пришел ребенок первый первый класс 1 сентября возвращается домой и говорит оказывается это вся бодяга на 10 лет ну а сейчас она даже на 11 лет есть места есть страны где на 12 лет после этой после школы чтобы хорошо образование получить у нас была высшая школа институт университет это еще пять лет и по хорошему чтобы окончательно стать таким специалистом аспирантура аспирантура защита диссертации ну теоретически три года но практически лет пять и вот через 20 лет как вас отдали вот эти вот на мельницу в жернова образовательной системы из вас формирует специалист достаточно квалифицированный и вот понятие такое значит у нас кандидат наук а у них это называется phd доктор философии доктор философии в области там чего-нибудь ну и как то вот если вы доктор философии но вроде как вы уже образованный человек у них такое вот понятие не ну вы и без этого тоже что-то умеете да совсем не обязательно быть phd чтобы хорошо рекоментировать там автомобили или даже компьютер нет можно делать такое вот но вот все таки вот роль образования и понятно что не все это выдержит 20 лет образования это надо быть и выдержать еще и материально в наше советское время образование это было вот в тот период советское время в который я учился оно было бесплатно но за него мы платили позже платили тем что мы живем в советском союзе оплатили тем что на ту работу на которую нас отправят на той мы работаем и вообще на работе то нас тоже сегодня-то инженера завтра или там ученые то завтра ты будешь на по поводу овощной базе чего-нибудь сортировать или в колхозе в совхозе что-нибудь там делать или на стройку отправят по работой месяцок другой третий это было тогда такое дело вот за это мы действительно платили но вот сейчас ты просто деньги заплатил получил диплом и ищи себе работу и вот был такой парадокс что у нас вот действительно как в том социализме которым писал карл марс и фридрих эндис вот говорили так ну хорошо вот там всестороннее развитие личности коммунизм да а как же так это вот кто же будет ну хорошо что все будут архитекторами кто-то будет ведь должны возить и тачку на стройке ну вот ну и на эту тему кто-то из классика такую цитату дал плохо тот социализм которого выковечивает профессию тачник архитектором поработал архитектором недельку потом недельку тачником вот так это предрекли так мы и работали надо сказать недельку на работе месяцок значит на настройки был такое дело да это был такой элемент ну так вот так вот образование то но тем не менее несмотря на все это давало нам определенные навык именно образование сейчас путают часто образование сознание образование и знание навыки вот да вот нам дайте навыки для нашей работы а зачем мне это нужно он говорит зачем мне нужно знать как водить так не тушить у меня что-то ничего не горит я что-то работаю на компьютере понятно что когда загорится учиться будет поздно вот и потом лишних знаний не бывает они все в голове это вот и создается такой коктейль из которых вы создаете новое ну суп вернее в которой варится новый новый продукт интеллектуальный если в кастрюле новый продукт пищевой то тут новый продукт интеллектуальный варится я приведу пример вот во время второй мировой войны возникла проблема надо было быстро производить на судоверфях грузовые суда для того чтобы возить грузы из америки в европу и в советский союз как да ну потому что противника постоянно топит войны без потери не бывает как известно как быть что делать и вот тут вот скрестили совершенно два разных производства в ту пору было развитое производство радиопромышленности да в радиопромышленности она отличалась от судопроизводства как вот делается судно раньше делалось значит закладывается значит киль его значит вот это вот шпангоуты обшиваются значит корпус металлический уже конечно то время когда-то деревянный все это вот возводится значит на какое-то место возвели спала спускают на воду и начинается дальше достройку достроечной как это сказать стенки вот такой вот концепт был да а в принципе говоря в радиопромышленность тоже можно взять вот этот создать панельку да на нее устанавливать лампы припаивать чего-то так не делается в радиопромышленность так не делали они делали отдельные блоки отдельные блоки отдельно даже производились на отдельных так сказать конвейерах на отдельных производствах а потом все это собирать ну вот это вот технология была привнесена в судостроение и соответственно из отдельных модулей возводить делался судно и она составлялась на стапель вот от начала строительства до спуска на воду проходил там я не знаю одни сутки вот добились до такого вот результата ну и значительной степени победа во второй мировой войны странами антигитлерской коалиции в том числе вот за счет такого вот обмена идеями в разных отраслях знания было да то свете применили и также все изобретения происходят изобретательство но конечно вроде как вы бы сак высокого ранга да то есть изобрел конвейер форд да вот все его знают и диссо он много чё пан изобретал вот все его знают но бывает изобретение поменьше уровнем да но понятное дело что они не они не такие престижные и такие уважаемые но тем не менее они тоже приносят свой 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 результат свою выгоду свою пользу для того кто изобретает или для того в чью пользу делается изобретение применяется то есть неожиданные всякие решения ну можно вам что сказать вот любая хорошо сделанная вещь она сделана из-за позаимствования разных идей ну ну вот ну начнем с кинематограф это тоже вещь вещь которую делают для того чтобы люди смотрели в кинотеатрах или сейчас на всяких платформах интернет платформах и собирается она из отдельных элементов хороший кинематографист он должен быть насмотрен он должен знать кинематограф и принципе говоря как из кубиков он это все собирает отдельный сюжет отдельные повороты отдельные ракурсы все это в конце концов узнаем это оттуда это оттуда если вы насмотрены то вы это вот видите кстати говоря вот в технике ну вот как-то стрелковое оружие только ленивый не критиковал калашников за то что а он за позаимствовал значит у немецкого автомата этого штурмового на самом деле он у него не заимствовал там у него совсем другая другой конструктив вот и по-другому запирается затвор и все что хотите там если вы если разобраться и посмотреть но тем не менее затвор запирается у калашникова не как у немецкого автомата а где-то как в другом месте газоотводная трубка сделана не так как у немецкого автомата а так как где-то в другом месте но в другом месте она с другой стороны была от ствола а здесь вот у калашникова так как надо ну еще что то вот много-много всего по отдельности все известно да все последовательно производится был такой замечательный автор Фёдоров, полковник Фёдоров, ещё полковник ЦИАСК армии, он и в советское время жил и служил, он был разработчик оружия, и у него есть замечательные книги, несколько книг про систему вооружения, в том числе системы самозарядного оружия, автоматического оружия, ну и там у него, в общем, почитайте, набор различных способов, так как перезаряжание, самоперезаряжание, да, самозарядное, да, называется оружие. Он достаточно ограниченный, их можно пересчитать по пальцам двух рук, эти способы, вот, все они в той или иной степени используются, комбинации, разный способ запирания затвора, вот, пожалуйста. Так что это всё нормально, всё идёт как надо, всё идёт по плану. Вот, ну, это знание, это знание, то есть, насмотренный оружейник, который много имел возможности контактировать с оружием, он всё это вот перепевает в своём произведении. Ну, так же и в музыке, и так же и в жизни, вы всё время перепеваете что-то вот такое, что вы уже знаете. Ну, понятное дело, что есть люди, которые считают, что деятельность такая творческая, а вот эта деятельность, когда вы инженер, строитель, архитектор, изобретатель, полководец, да, она творческая. Вы что-то должны такое принять решение, которое вот не было. Ну, а есть исполнительская работа, да, там, вроде как, это не так важно, но тоже, говорите, что значит, вот, значит, успех в жизни. Ну, вот, стал человек олигархом, успех, конечно, успех. Стал человек крупным учёным, да, получил Нобелевскую премию, безусловно, успех. Выбрали его просто в Академию наук российскую, успех, безусловно, успех. Защитил он кандидатскую, успех. Закончил он вуз, успех, понимаете, чувствуете? То есть, всё это разного рода успех. Правда, это успехи вроде как одной лесенки, но можно и так сказать, что хорошо работает, нормально зарабатывает, имеет стабильный доход, успех. То есть, форма успеха может быть самая разная для человека, для жизни. Ну, вот, ну, мы как-то, есть такое тоже идея, мысль, надо ориентироваться на очень высокую, большую высоту, такой большой замах делать. Ну, тогда вы, такой замах, чтобы спутник запустить. Ну, тогда, по крайней мере, закинете, попробует ваш мяч, вами брошенный, долететь до корзины на баскетбольной площадке. Вот, неизвестно, попадёт он в неё или нет, если замах был для запуска спутника, то, наверное, боюсь, что отскочит. Вот, ну, это я шучу, конечно, пытаюсь как-то вот шутить. Вот, так вот, в наше время тут случилась новинка. Вот, я говорю, вот, 30 лет назад я бы вам вот это вот сказал, на этом бы остановился. А здесь появилась такая новинка, что знание легко извлечь из компьютера. Это иллюзия. Дело в том, что для того, чтобы знание извлечь, вы должны знать, что они там, что они вообще существуют. Понимаете-ка? Вот, если вы не знаете, что существуют животные утконосы, например, да, вы не сможете там заказать. А вот закажите для нашего зоопарка утконосов. А вы не знаете, что не существует в природе. Вы можете сказать, что-нибудь эдакое. А что эдакое? Ну, вы же не знаете про утконосов, они неизвестны. Ну, кому-то они вот хорошо известны, вы можете прочитать про них в Википедии. Вот. А знание-то, тем не менее, вот у студентов такая, и у школьников, иллюзия возникает. Вот у нас задания есть, вопросы. И мы этот вопрос тупо вбиваем, значит, в Google или в Яндекс, и он нам умно даёт ответы. Какие-то ссылки. И мы оттуда можем извлечь. А вот жизнь очень часто таких ссылок не даёт. Ну, вы можете там написать, что нужно сделать, чтобы удалить там, я не знаю, пятно с одежды. Задачу такую поставить. А если задача нестандартная, если вы что-то в результате, что-то новое изобретёте, такого просто вы не найдёте. Хотя по отдельности там всё уже есть. Вы это сложите из отдельных кирпичиков. А когда они у вас в голове есть или проходили там, а, я помню что-то вот такое, сейчас мы найдём. Это типично совершенно. Ну, понятное дело, что в работе инженера, конструктора, бизнесмена, да, учёного, вот так для лишних знаний не бывает. Очень бывает непонятно и неприятно, когда бизнесмен, руководящий какой-нибудь фирмой, он не разбирается в тематике этой фирмы. А такое сейчас всё больше и больше бывает, сбрасывает сверху какого-нибудь начальника, как в своё время, как говорили там, партия бросила меня на науку, да. Бросила его партия на науку, понимаете-ка. Это был такой персонаж у Аркадия Райкина, его партия бросила на науку, и он мне написал теперь статью научную. Партия учит, что тела при нагревании расширяются. Вот такой вот дурь написал, да, он понимал. Ну, не понимает он физики-то ничего, ну, старается наукой заниматься, пытается, это бесполезно. Ну, вот когда человек руководит какой-нибудь организацией чисто технической, я понимаю, что он не может, если он специалист, там, скажем, по двигателям, это не значит, что он специалист глубокий по системам управления, да. А специалист, так сказать, как по комплексу, да, всему, комплексники, ну, он не специалист, как в каждой отдельной этой вещи, он специалист вообще. И даже двигателист знает, что существует система управления, с ней контактировал, работал, представляет проблемы, которые там встречаются. И, в принципе говоря, двигателист ракетным КБ управлять может, но, особенно, если он комплексный, вообще, идеальная вещь, да. Здесь такой факультет главных конструкторов, да, был в МВТУ, по-моему, М6, машиностроительный 6, но, может, и не М6. Вот, они себя называли факультет главных конструкторов, то есть, они так вот комплексно рассматривали проблему. Вот. Ну, вот, я, конечно, понимаю, что сейчас живем в другом мире, темп жизни увеличился. Это очень большой поток информации у наших детей, но их бы поменьше этому всему учить. А сейчас вот, ну, Савватеев, знаете, мой всегдашний собеседник, ведет разговоры, ведет некую такую борьбу политическую, общественно значимую, о том, чтобы, значит, спасти нашу школу. Типа, значит, нужно улучшить образование, вернуть прежние стандарты. И вот некоторые родители, которые его поддерживают, они говорят, да, правильно, а то вот много задают. И вот нужно, чтобы знания получали, вот, которым нужны будут в жизни, вот, конкретные навыки. А это как раз не то, что хочет Савватеев. Савватеев как раз говорит примерно то же самое, что и я, говорит, надо дать образование. То есть куча ненужных знаний, которые, тем не менее, вам в какой-то момент пригодятся. Как тот огнетушитель, который пригодится, если случится пожар на вычислительном центре или в вашем помещении, где вы на компьютере программы пишете. Вот. Вот такая вот история печальная. То есть учиться нужно. Я считаю, что это да, нужно. Как учиться? Понимаете, все время нас в жизни что-то отвлекает. Вот один мой знакомый, он сказал так. Я говорю, что ты, говорю, телевизор не смотришь? Он говорит, я вот смотрел его, смотрел. Там хоккей тогда очень популярно было смотреть в наше время. Хоккей это была практически наша философия, как говорится, да. Вот как по жизни надо жить, да. Значит, вот надо вот упорно играть, бросать и бросать, и бросать, и бросать по воротам. Рано или поздно шайба залетит. Хотя бы случайно. Вот. Но, видимо, он это уже понял. И понял, что ничего другого у него не останется от этих просмотров. Вот это развлекухи перестал смотреть. Стал заниматься каким-нибудь делом. Нужно делом заниматься. Учиться. Что-то делать. Такой реальной какой-то деятельности. А вот сейчас вот это вот вид реальной деятельности. Сидим мы перед компьютером. Ну, хорошо, вы сейчас слушаете то, что я вам рассказываю. Это уже плюс. А так вот просмотры всякие. А вот интересный ролик. А вот там кто-то что-то смешное делает. А вот налил человек презерватив в воду и танцует. Танец с презервативами. У, какой дурак, да. Я вот не такой, как он. Хотя вот его дурака-то смотрят и к его видео с презервативом рекламу цепляют. А ему идет от отворалки какой-то. Так вот. Ну, да. А вы-то да. Вы-то умные, конечно. Вы-то сидите, смотрите, как он с презервативом танцует. А он деньги за это получает. Ну, вот и кто же из вас двоих умных? Дурак с презервативом? Или вы умный перед компьютером? Вопрос спорный. Вопрос спорный. Ну, вот как-то так вот. Я вот такое первое зерно вам бросил. Дальше вы сами решаете. Жить или не жить, иметь или не иметь. Ну, и вот тут бьет час истины. Ну, не час, минута истины. Какой там час истины? Момент истины. И вот час у нас оканчивается моё выступление. Я надеюсь, что это первая какая-то вот на эту тему лекция или выступление, или разговор, беседа, как хотите назвать. Беседы пастыря. И я буду говорить, ради чего я всё это говорил. Я это всё говорил ради того, чтобы меня послушали и поддержали меня материально. Потому что, скажешь, вот это твой успех, да, скажешь старый. Вот ты этим вот, тем, что ты учился, ты этим этого добился. Вот того, что ты сейчас можешь рассказывать, что попало, и попрошайничать в конце. Вот только ради этого. Налей-ка ты презерватив в воду и станцуй-ка с презервативом. Это будет веселее гораздо. Ну, может, и будет веселее, но понимаете, в чём дело? Вы так отнеситесь к этому гражданственно. Вот я не такие вот развлекухи делаю, которые могут там десятки тысяч человек за час посмотреть. Мои развлекухи медленно смотрятся там тысячи, несколько тысяч человек за несколько суток, и потом они уходят из фокуса внимания, как правило. Вот. Ну, тем не менее, я пытаюсь нести свет знаний людям. Если вы социализировались вполне, вполне вы социальный человек, вам надо меня поддержать материально. Государство, естественно, таких, как я, не поддерживает. У неё тоже есть своя задача поставить, надо определённым образом формировать общественное мнение, что-то довести, что-то не ставить, так сказать, на вид, чтобы люди не обращали на это внимания. Вот. А я вот вам рассказываю, как есть. Знания помогают приобрести независимость мышления. Вы тогда ни на что не опираетесь. Но так или иначе, если вы знания говорите, сейчас я посмотрю справочники в интернете, или сейчас я посмотрю в книжке, вы уже на это ориентировались, на этого автора. А когда у вас свои знания, вот меня иногда спрашивают, вот вы о чём-то рассказываете, там, про звёзды, там, или там, про трактора, ссылочку дайте. Я говорю, я не помню, я просто это знаю. Я не знаю, когда я это узнал, из какой книги, чего. Вот когда-то я изучал это, когда-то я изучал судебную медицину, когда-то что-то ещё изучал, сексологию когда-то изучал. Были даже такие учебники, представляете, в наше время. Свядач был такой автор, Абрам Моисеевич. Замечательный автор был. Всё просто и понятно объяснял. Вот ствол, вот приклад. Открываем затвор, вставляем патрон. Ну, это я так, по-простецки объясняю вам. Спасибо, жду от вас поддержку вашу. Моим уроком жизни. Всего доброго, до свидания, всех вам благ. Субтитры сделал DimaTorzok